Здравствуйте, дорогие друзья! Сравнительно недавно в работе психолога с клиентом появилось новое направление или новая техника или новая методика, которая начала очень быстро набирать популярность. Это направление или методика называется работа с метафорическими картами. Особенность этой работы в том, что она считается, в общем-то, доступной для восприятия, но я думаю, что об этом поподробнее вам расскажет наш гость. Я вам с удовольствием представляю Аиду Галиеву. Аида – коуч, психолог-консультант и специалист по работе с метафорическими картами. Аида, здравствуйте! Добрый день! Еще подскажу. Аида уже не первый год занимается метафорическими картами, работая с ними, и уже стала автором своей собственной колоды, которая вот не так давно вышла уже в тираж, можно сказать, и так. Здравствуйте еще раз, Аида! Добрый день! Да, и обо всем по порядку. Почему? Сначала скажу, почему эта тема стала актуальной для нашей передачи. Потому что, как я всегда говорю, мы стараемся развинчивать какие-то мифы, какие-то неправильные представления, какие-то инопредставления инфо-цыганские, о том, как работает тот или иной инструмент в психологии. И поскольку вы в этом смысле уже став автором колоды, можно сказать, что экспертом являетесь, вот мы поэтому и пригласили вас, и будем сейчас все по порядку разбирать. Итак, вообще, давайте с термина, да, метафорические ассоциативные карты. Да, давайте разберем. Ну, если для начала просто решим, к чему это относится вообще, да, эта методика. Это метафорические ассоциативные карты относятся к проективным методикам. Самые первые проективные методы появились давно, неизвестные. Это пятна Роршиха и тест Люшера, цветовой тест Люшера. И сейчас метафорические карты еще относятся и к карт-терапии. На самом деле они и вышли из этой сферы искусства. И от этого уже как бы нам легче будет отталкиваться, да. То есть что из чего состоит сам термин, да, метафорический, метафора. Что это такое? Это некое образное и насказательное сравнение двух предметов или явлений на основании каких-то схожих признаков, которые не называются в открытой. Но с метафорой мы знакомы с детства, да. Все сказки построены на образном мышлении, на метафоричном, да, каком-то таком архитепичном. Мы подразумеваем другое, да. То есть, ну, например, самое элементарное. Мы говорим, жизнь это некий путь, да, по которому мы идем, встречаемся с какими-то препятствиями. Там есть крутые повороты, склоны, спуски, да. То есть, ну, вот все как раз очень так образно, метафорично. Образность, да. Образность нашей речи, образность нашего восприятия, это как раз и есть метафоричность. И дальше ассоциативно. Основано на этом принципе работы нашего мозга, что когда мы видим некий образ, какое-то явление, что-то, у нас сразу автоматически, как бы, бессознательно возникает некая ассоциация. Исходя из нашего, естественно, предыдущего какого-то прожитого опыта. И ассоциация, они у всех индивидуальны. То есть, вот, например, образ беременной женщины, да, то есть у всех людей вызовет какие-то разные ассоциации и, соответственно, разный эмоциональный отклик на эту картинку. То есть для кого-то это так будет что-то очень светлое, теплое, такое радостное. А если женщина, например, был какой-то негативный опыт, она потеряла ребенка, естественно, эта карта будет у нее вызывать соответствующую реакцию. То есть и слезы могут пойти, и еще что-то. Вот. Но есть такие образы и метафоры, они как бы общие и понятные для всех, да. То есть когда мы видим, например, какой-то образ птицы, да, это про легкость, про полет, про что-то такое, про творчество, фантазию, да, может быть, про душу, вот что-то про такое. Вот. И есть метафоры, которые очень многослойные, то есть они подразумевают под собой очень-очень много разных интерпретаций. Но интерпретация всегда только человек, который видит, потому что это именно возникает его поток ассоциаций. Ну давайте вот сразу по тому, даже вот вы рассказали, что такое метафорические ассоциативные, теперь карты. То есть мы в буквальном смысле видим, что карты – это в буквальном смысле карты. Это буквально колоды, которые собраны картинки. На картинках какой-то, как правило, либо предмет, либо сюжет небольшой. И вот этот как раз сюжет и является для конкретного каждого человека некой ассоциацией, связанной с его личным опытом переживания, личным опытом жизни. Совершенно верно. То есть, и смотрите, насколько я знаю, эти колоды бывают тематические и универсальные, да? Так? Да, они бывают, да. То есть универсальные, но вот здесь вот, например, такая колода, вот спектр карты. И здесь мы видим изображения животных, да, например. А тут фотографические, да? Это фотографические карты, да. Могут быть какие-то памятники, рисунки, знаки. Вот. То есть это вот просто небо. Вот. То есть они универсальны, они подходят под работу с практически любым запросом, с любой тематикой, с любой сферой. То есть, ну, вот животные, да, осенние листья. Ну, тоже такая вот универсальная метафора, да, с чем у нас ассоциируется листья клёна, там, 1 сентября, да, что-то такое. Ну, даже, смотрите... Ну, у каждого человека будет опять-таки своё, то есть, да. Вот это вот очень интересная карта. Идёт следующий слой. Да. То есть за общим, за... Общепринятым восприятием, так сказать. Да, восприятием ещё лежит моё, как бы, естественно, моё личное. Вот я-то здесь вообще на сочетание белое с синим обращаю внимание. То есть это как бы говорит о том, что сколько людей будет смотреть эту карту, столько разных восприятий будет. Да. Поэтому, собственно говоря, эта методика, ну, в принципе, как любая, наверное, творческая методика, она уникальна. Потому что работает конкретно психика конкретного человека. Ещё этот метод называют путеводителем к бессознательному. Вот об этом скажите. Да, как раз вот хотела, да. То есть когда мы за общепринятой какой-то формулировкой интерпретации видим свои собственные, это и есть цель, да. То есть дойти именно до своих собственных интерпретаций. Ну, нас, как специалистов, помочь человеку с помощью техник. Есть техники работы с картами. То есть это методология этого как бы подхода существует. То есть свои именно разработанные для каждой колоды отдельно. Ну, точно так же есть техники. Ну, либо универсальные есть какие-то специальные вопросы, которые позволяют именно нащупать вот эту ниточку и прийти вот к этим глубинным, именно ассоциациям, глубинным слоям. Зайти, зайти именно вот в этот бессознательный слой. Я, мне нравится эта идея о том, что у человека есть все ответы на его вопросы. И карта – это такой способ обратиться к этой внутренней вот такой вот мудрости. Ну, вот. К тому я, которая все знает. Которая все знает, да. То есть этому есть разное название. Мне очень нравится вот этот вот такой термин – внутренней, глубинной, сердечной, душевной. Мудрость ее называют. Вот. Мудрость нашего сердца. Но, да, чтобы туда попасть, нужно пройти некие барьеры, потому что всегда есть оценка, всегда есть критика, всегда есть какое-то недоверие. То есть здесь вот карты как раз позволяют нам и построить доверительный вот этот вот контакт, и позволить человеку создать вот это пространство, чтобы ему было безопасно и интересно погрузиться вглубь себя. Вот. И здесь, наверное, вот мне прямо сразу хочется почему-то перейти к сравнению с другими видами карт, да, гадальные карты, карты Таро. Вы прямо с языка собрали. Да. Вот. То есть в этом случае с чем мы имеем дело? Когда люди хотят обратиться к гаданию, да, то есть найти какие-то такие подсказки, они больше опираются на что-то вовне. То есть… На мнение вот этого человека, который может гадать. Да, либо вот там какого-то знания, да, что-то какого-то там такого… Какой-то силы или еще чего-то. Немножко мистики хватает. Да, да, да. Что-то такое. И тогда больше фокус на том, что извне мне как бы вот… Говорят. Говорят, подсказывают, и я, исходя из этого, уже, значит, принимаю какие-то решения. А карты же идут в другую сторону. Они не дают никаких… То есть нет ни одной карты, нет… Конкретного значения, да? Да, да, да. Вот вам попало яблоко, это будет вот это вот… Значит, там… Ну и еще какие-то там другие намеки на что-то реальное в жизни. Нет, это так не работает. Карты будут в обратную сторону, позволяют именно к своей… Обратиться к своей мудрости и начать доверять этому, что я на самом деле… Меня что-то внутри ведет, и я эти подсказки слышу, но вот карты, они как бы еще мне и помогают, ну, больше вот идти в доверие, больше опираться на это, на мое внутреннее, чем на внешнее. То есть по большому счету, говоря о том, что это карты, это колода, мы бессознательно человека заставляем вот ассоциативно, опять-таки, приходить вот к этому устойчивому убеждению, что карты, колоды – это вот всегда к гаданию, да? Действительно много общего, но вы очень правильно заметили, что гадальные карты вот в том виде, в котором мы привыкли, или там кто-то пользовался, это внешний, собственно, контроль, и человек действительно с каким-то запросом как к психологу идет только не к психологу и не к специалисту с метафорическими картами, а гадалке для того, чтобы она с помощью карт помогла ему, значит, а чаще всего дала конкретный ответ, что делает человек в той или иной ситуации. И в этом как бы как раз и есть драматическая ошибка, он идет не к себе, а уходит от себя. В метафорических же картах специалист, вот вы, например, делаете все для того, чтобы человека проводить внутрь себя. Ну, давайте вот прям на деле. Давайте. Я очень хочу попробовать на именно вашей авторской колоде. И давайте сразу скажем, что здесь есть два способа, да? Открытый и закрытый, вот об этом. Потому что я сейчас буду выбирать, каким способом будем вытягивать карту. То есть, да, два способа, в открытую и в закрытую, достать карты из колоды. В основном, конечно, все техники, методики, они прописаны для того, чтобы доставать карты в закрытую, вот. И здесь срабатывает некий такой элемент, ну, во-первых, интереса, доверия вообще самому процессу, да, а что выпадет. И когда мы предлагаем все-таки, например, в каких-то случаях в открытую достать карту, но это либо идет по технике, по методике, так положено, но в открытую, например, когда нам важно разобраться прямо с эмоциональным состоянием человека. И ему тяжело прямо сейчас определить, что с ним происходит. И тогда он выбирает для того, чтобы просто, как диагностический такой тест, да? Ну, то есть... Да, из всего многообразия он выбирает и говорит, сейчас мое состояние. Да, или состояние в этой ситуации больше похоже на это. Когда человек в затруднении именно с тем, чтобы описать свое состояние, можно карты переложить, он выбирает. Да, когда очень сильная тревожность, очень сильный контроль, и тогда, возможно, если человек достанется в открытую, он, ну, не пойдет, да, в это, ему будет сложно. То есть, ну, он будет тревожиться из-за того, что, возможно, это, ну, не та карта, да, еще что-то... Если он пойдет в закрытую, хотите сказать. Да, да, что это не отражает то, что сейчас он чувствует. Поэтому, чтобы снять вот это просто напряжение, мы можем предложить в открытую. Они работают точно так же. То есть, из всего потока вот этих вот форм, цветов, человек выберет то, что сейчас ему будет отражать его состояние. А это нам и важно. Вот. Поэтому прям принципиально идти, что доставайте только в закрытую, такого нет. Но если между людьми, между клиентом и специалистом доверие, то, конечно, я предлагаю достать просто в закрытую с определенным запросом. То есть здесь важно сфокусироваться, именно свое состояние настроить на тот вопрос, который сейчас беспокоит. Вот. Вот это очень важный момент. Давайте еще раз вот на нем сконцентрируем внимание. Вот у меня есть желание посмотреть карту. Я должна четко сформулировать для себя запрос. То есть вопрос, с которым я хочу обратиться к себе. Не к картам, а к себе. Да, да, да. С помощью карт. Я должна немножечко так чуть-чуть эриксоновского гипноза в отношении себя применить. Да, то есть настроиться на то, чтобы сейчас будет какое-то такое важное действие. То есть это вот не вот так вот. Да, да, совершенно верно. Немножечко атмосферу какую-то нужно внутри себя создать. Да, да. И потом уже, когда ты чувствуешь, что ты готов, да, вот это внутреннее какое-то согласие вот этого достигнуть. Или в том случае, если ты его не достигаешь, говоришь, я не могу, давайте открыто. Я не могу сосредоточиться, давайте открыто. Да, можно попробовать и так, и так. Потому что всегда работа, ну, любая терапевтическая работа, это всегда такое исследование, да. То есть можно поисследовать и так попробовать, и так попробовать. То есть здесь нет прям таких жестких каких-то рамок. Вот. То есть важно, чтобы постепенно, постепенно все больше и больше проявлялся вот этот как бы внутренний интерес. То есть и внутреннюю вот эту вот, ну, потребность опять-таки должна быть решить свой вопрос. Ну, то есть это что-то должно такое быть, что мне реально нужно на это какую-то подсказку получить. Вот. Все. Я пока вы говорили, я уже вошла в это состояние. Я сформулировала свой запрос и готова уже. Да. Если отработано все-таки медитативное какое-то состояние, вы строчим будете. Но если нет запроса, то самое элементарное, что можем сделать, что с картами хорошо работает, это именно такая диагностика своего эмоционального состояния. То есть что сейчас с моими эмоциями можем посмотреть вот как бы на поверхности, что, например, в глубине. То есть если прям нет такого объективного какого-то запроса про жизнь, про какую-то сферу, то можно просто поисследовать свое состояние. И карта это очень хорошо как бы демонстрирует. Ну я сразу... Ну ладно, давайте. Я потом открою секрет. Хорошо. Хорошо. У меня сколько раз я и училась, когда и пользовалась, у меня всегда ощущение чуда. Потому что каким-то совершенно поразительным образом это, может быть, к самореализующимся пророчествам относится, к тому самому феномену. Но у меня всегда попадаются именно те карты, которые мне были. Давайте достанем, а я потом скажу секрет как раз относительно этого. Хорошо. В этой колоде два вида карт. Здесь вот такая синяя рубашка. И здесь изображение. И здесь в основном один образ, одна метафора. Это птица в разных ее проявлениях. В полете, вырывающейся из клетки, в стае, прорывающейся сквозь бурю. Вот у меня такая карта мне попалась. По-моему, она невероятно красивая, эта карта. Ну, я тут мелко посмотрела, не все, конечно, красивые, но моя, естественно, самая красивая. Зря, что ли, я ее вытащила. Но для меня вот она отвечает, конечно, на мой запрос. Отвечает вот в той части, которая, моя часть, которая боится идти туда, куда хочется. Вот эта карта говорит, не бойся, вот я так слышу. Иди туда, все будет хорошо. Потому что здесь очень много свободы, воздуха. Здесь много света, энергии, причем в области головы. Ну, то есть как бы интеллект в этом плане мне не будет мешать, я так понимаю. Ну, для меня это так. И, опять-таки, можно же по-разному смотреть. Как будто это небо, а может быть, это море, а может быть, это облака, а может быть, это вихрь какой-то, песка какого-то. В общем, на нее можно, удивительно, действительно, карта, на нее можно смотреть до бесконечности, до бесконечности смыслы. Вот еще лайфхак приятный. Если вы действительно пришли на работу с метафорической картой, то я рекомендую сфотографировать эту карту, выбранную. Да, совершенно верно. Для того, чтобы потом сравнить изменившееся состояние. Вот как я себя чувствовала и что я видела в начале, когда только достала эту карту, и она ответила на мой запрос. Ну, не карту уж, конечно, мы сами себе ответили. Да, да, да. И спустя какое-то время, что изменилось в этом состоянии? Вернее, изменилось ли оно? Изменилось ли не только состояние, а что-то в жизни ответило ли на вот тот самый запрос? Очень красивая карта. Так, ваш секрет. Сейчас еще можно... А, еще вторая есть. Вторая половина. Под колода как бы. Да, да, да. То есть она с розовой рубашкой. И здесь уже некие... Они тоже метафоричные, да, послания. То есть такие многосмысловые, чтобы тоже каждый увидел свой смысл. Вот, тоже предлагаю достать как дополнение. В каких-то колодах, в основном всегда это только изображение, но бывают колоды и с картинками, со словами, с некими посланиями. И это могут быть просто слова какие-то ценностные, например, любовь, дружба, тепло, там еще что-то, забота, да, какие-то такие ценностные вещи. Либо могут быть какие-то глаголы, либо такие прям призывные какие-то фразы, то есть там, иди, смотри, делай, то есть вот, ну, в зависимости от контекста карты, естественно, то есть подбираются. Вот. Ну, здесь вот такие более... Тоже с закрытым способом я вытягиваю. Да, с закрытым способом, да, такие ресурсные послания. Ну, это прямо ровно туда, куда я и задавала свой вопрос. Узнавай, называется подсказка, узнавай себя, узнавай других, себя в других и других в себе. Это очень тонко подмечено. Один из наших первых гостей, который был в этой передаче, доктор Воробьевский, говорил о том, что, смотря на других, мы видим себя, или как, не зря же существует фраза красота в глазах смотрящего, да? Рано или поздно ты увидишь, что разъединенность иллюзорна. Мы одно, и каждый день встречаемся с самими собой. Прекрасно. Очень, как вам сказать, наполняюще для меня это. Но сразу вспомнилась такая ситуация. Я вот оставлю, не буду вкладывать в колоду, чтобы сфотографировать свой вариант. Сразу вспомнилась вот такой кейс. Женщина очень умная, очень развитая, очень образованная. Была необходимость в обращении к психологу. И психолог предложил метафорические карты. Потому что были разные пробы в разных подходах, ничего не работает. Клиент говорит, мне ничего не подходит. Вот метафорические карты. Да, было как бы, да, давай попробуем. Было. И на этом все закончилось. То есть женщина, клиент, не состоявшись, собственно говоря, сказала, это все ерунда, детский сад. Ну, о чем ты говоришь? Ну, это же детский сад. Ну, вот такое. Вот такое было отношение. Может быть, да. То есть не всем подходит все-таки? Да. То есть здесь, я опять-таки повторю, здесь очень важно, чтобы человек шел в это как вот в такое немножко, как в игру. То есть здесь все-таки мы больше работаем с таким внутренним состоянием вот этого такого исследователя, да, такого заинтересованного, такого, ну, можно сказать, какой-то заинтересованной детской части, можно сказать, да. Ну, потому что интересно же, ну, что выйдет, какая картинка, что я там увижу. Вот. И здесь еще может быть момент, мы же не знаем дословно, что вообще, ну, как бы происходило в этой ситуации, да, что у человека, возможно, просто сработало какое-то сопротивление, защита какая-то, да. Недостаточно, может быть, было доверие со специалистом. Здесь тоже это возможно. Недостаточно, возможно, сейчас просто у человека на данный момент ресурсов, чтобы идти в это внутреннее исследование. И именно поэтому человек не отказался на первом этапе, мне это точно не подходит, этот детский сад, а только тогда, когда получил карту, которая, видимо, это гипотеза, заставила его увидеть в себе то, что он боится увидеть, да, и он к этому не готов. Да, да. Поэтому он сказал, я дальше не пойду, сработала вот та самая. Да, да. Такое тоже возможно, естественно. И что тогда? Тогда, во-первых, в работе с картами можно в любой момент остановиться и сказать, что мы можем вернуться к этому в конце нашей консультации, на следующей консультации, или тогда, когда вы будете готовы. Но мы, тем не менее, мы возвращаем это человеку, мы акцентируем внимание на том, что, вот, немножко анализируем, да, что произошло, что сейчас вот, как вы себя чувствуете, во-первых, что с вами происходит, да, и возвращаем, что вот в какой-то момент произошло, вот, ну, произошла такая остановка, и здесь мы можем, например, успокоить человека, если чувствуем, что какие-то эмоции, что сейчас необязательно прям в это сейчас идти исследование, вот, то есть мы можем это оставить, вот, и, ну, как бы нормализовать его немножко, да, то есть если мы видим, что это сильные какие-то чувства, там, пошли, человек говорит, нет, я, ну, отрицает, например, не идет дальше, вот. Вот, и говорим, что, ну, здесь, кстати, возможно, еще и немножко нужна какая-то подготовка, рассказ, вообще рассказать об этой методике. Есть человек первый раз, чтобы, то есть вот тоже немножко снять... Чтобы не была прямая ассоциация с готовыми картами. Да, 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 снять вот это немножко напряжение, то есть рассказать, что это такая проективная методика, она давно используется психологами, психотерапевтами, вообще очень многими специалистами, и работают и с детьми, и с подростками, то есть, ну, чуть-чуть такой немножко дать информацию, чтобы человеком было другое отношение к тому, что, ну, что будет сейчас происходить. Правильно ли я понимаю, раз уж мы коснулись сложных клиентов, что метафорические карты, это еще может быть и подспорьем, когда человек, ну, не готов, хочет, то есть у него наболело, вот, ему нужна помощь, но вот этот страх пойти в себя мешает вербальному, ну, вот, проговариванию вот этого вот страшных вещей каких-то о себе. Да, совершенно верно. То есть, почему, например, это хорошо, работать методикой с детьми, да, им сложно что-то передать словами, особенно описать свое эмоциональное состояние свое, да, и вообще, например, описать ситуацию. Но ребенок хорошо с помощью картинок, с помощью каких-то образов может поведать о том, что, ну, что сейчас с ним происходит или что произошло. Ну, и точно так же это работает с взрослыми. То есть, если человек очень сильно погружен, ассоциирован с какой-то ситуацией, в которой он был или сейчас находится, ему сложно разобраться, то есть, с помощью, вот, здесь же картинки как отдельные кадры выступают, да, и он может просто свою ситуацию вот раскадрировать, можно сказать, вынести. И, например, разложить вот здесь мои эмоции, чувства здесь по факту, вот ситуация вот такая, здесь мои эмоции, а здесь мои мысли по этому поводу, и что я буду делать. То есть, это уже вносит ясность. Вот, то есть, таким вот образом. Понятно. Вы обещали чудо. Я, не чудо, я хотела раскрыть секрет небольшой. Это, да, да. Ну, это, опять-таки, исходя из моего опыта, из моей работы, да, я вижу, что иногда, на самом деле, вообще неважно, какую карту, из какой колоды достает человек карту. Потому что то, что сейчас хочет как-то быть высказанным, проявиться, то, что сейчас меня беспокоит, то, что болит или, наоборот, как-то хоть, ну, вот, да, какое-то творческое какое-то там такое, да, зерно, что-то хочет прорваться, оно, ну, все равно, в какую бы карту не достань, я все равно вижу то, что, ну, вот, через что сейчас это выйдет. Вот это вот какая-то моя внутренняя проявится, вот эта вот часть. То есть, по сути дела, это так. А давайте зрителям подарим еще один секрет о том, как правильно формулировать запрос. И здесь я говорю, наверное, о том, что запрос должен быть не про Петю, Васю, мужа, сына и так далее, да? Вот как правильно должен быть сформулирован вот этот внутренний запрос? Запрос должен касаться непосредственно человека. То есть, там должно быть местоимение «я». «Я», да, да. Что там, ну, первое идет вопросительное слово, что, как, каким образом, там, дальше «я», «мне», «почему», «почему», да, да. Для чего, да. Как. Вопросительное слово, дальше «я», или, например, дальше идет какой-то глагол, да, там, что мне сделать, каким образом мне поступить, например, что мне мешает, например, да. То есть, если мы воспринимаем какую-то ситуацию как развертывание какой-то вот какого-то пути, то мы можем исследовать, что на этом пути мешает, а можем поисследовать, что на этом пути помогает, то есть, найти ресурсы, вот. То есть, получается, смотрите. Ну, и сейчас, минутку, и работать с состояниями, то есть, если важно разобраться, то есть, очень сильно эмоционально, как бы человек заряжен, то есть, находится в какой-то ситуации, да, чувства, эмоции мешают принять какое-то решение, либо вот прям есть метание между «или», «или», то тогда вот, значит, что, какое мое эмоциональное состояние поможет мне решить ситуацию, то есть, что вот с моими эмоциями. Ну, опять-таки, все обо мне, про меня. Только про меня, только про того человека, который сидит сейчас здесь, в кресле. Тогда получается, что, допустим, у меня вот здесь, вот в этой паре, какой-то глобальный запрос, да, я на него ответила, условно говоря, мне сказали, сама я себе сказала, все время оговорки, мне сказали, как у нас мимическое, магическое решение, если тут глубоко. Я сама себе разрешила, сказала, все нормально, давай двигай. Дальше на этом же, может, не заканчиваться, я же могу следующую карту вытянуть. Совершенно верно. Допустим, уже с опросом, что мне мешает так, ну вот, пойти туда, потому что мне нужно обращаться к метафорическим картам, да, вот не хватает самого внутреннего. И здесь можно, например, обратиться вообще к другой колоде. К другой колоде уже. Совершенно верно, да. То есть есть такая фишка, можно работать с одной колодой и на 100 разных запросов, а можно как бы взять очень много колод, 100 колод и работать с одной сферой. То есть тут вот такое многообразие творчества, как угодно. То есть есть специалисты, которым достаточно 2-3 колоды, а для кого-то очень важно, чтобы были разнообразные образы, разнообразные метафоры. То есть вот есть, например, колоды, личные границы. Здесь картинки ситуативные. Тут, например, мужчина и женщина, да, сидит, а здесь бабушка смотрит в окно, здесь дети перетягивают канат, да, и здесь эта колода про личные границы. То есть здесь всегда какое-то взаимодействие. Взаимодействие, в любом случае какая-то коммуникация. Если запрос, например, на взаимоотношения, на какой-то конфликт или кризис, или какие-то недопонимания, еще что-то, да, то это не обязательно связано с сферой отношений в семье. То есть картинки на самом деле, они как бы, они универсальные. То есть получается, вот у нас сейчас студийная ситуация, и я как бы не говорю свой запрос вслух. А в случае, когда идет реальная работа с психотерапевтом, со специалистом МАК, этот запрос озвучивается. И, соответственно, исходя из этого опроса, подбирается колода. Следующий этот ответили, дальше глубже идем. Другая колода. Психолог помогает подобрать ту колоду. Вот давайте вот тут вот еще. Я знаю точно, что есть колоды вот про отношения, да? Да, вот, да, мы начали и немножко ушли в сторону, да, да. Есть универсальные, и здесь вот, например, спектр карты. То есть здесь нет специфики, да, вот мы опять-таки говорили. То есть здесь вот именно такие образы, какие-то вот знаки, да. И это практически с любым запросом. Есть сейчас, мы говорили про личные границы, это уже более специфические, то есть запрос на отношения. Потом очень большая, значит, получается, группа карт. Это ресурсные метафорические карты. То есть... Что такое ресурсные? Ресурсные. И вот эти вот карты, с которыми сейчас вы работали, послание души, они тоже ресурсные. Так и сказали, да, то есть это те карты... Наполняют. Да, наполняют, вдохновляют, поддерживают. Они дают возможность именно соединиться вот с этими своими какими-то... С уровнями. Да, с ценностями, да, с чем-то очень важным внутри себя. И почувствовать именно вот... Есть даже такая колода, она называется внутренняя опора. И почувствовать эту внутреннюю опору внутри себя. Кстати, когда мы готовились к этой передаче и немножко заторопились, именно эта колода упала, у нас рассыпалась по полу, да? А поскольку мы торопились, поскольку мы метафорические мысли, мы думаем, не просто так упала, именно внутренняя опора. Торопиться не надо. Вот так работает мир вот бессознательного, так он подкидывает все время нам какие-то знаки. Внутренняя опора – это следующий мой шаг. Давайте. Уже взяла? Ах, какая прелесть! Да, и вот о чем это, да? Так, и бабушка с дедушкой, очень старенькие, такие прямо, как это, прям милые такие сидят и тортик едят на скамеечке в парке. Но это про очень счастливую старость с близким человеком, про сохранение детства, да буквально до старости, про умение позволять себе до старости все, что мог позволить себе в детстве. И про очень такую близость здоровую, очень приятная такая, грейм, очень согревающая. Ну да, и тут думаешь о том, а есть ли рядом с тобой такой человек? Естественно, сразу первое, что приходит в голову. И вопрос возникает, как прямо сейчас можно привнести это в свою жизнь, чтобы не ждать, да, вот этой скамейки. Да, переводить в реальность. Получается, что это ресурс, и каким-то образом сейчас он мне может помочь. То есть это что-то, да, какое-то мое, возможно, состояние, или какая-то, может быть, потребность в общении с каким-то конкретным человеком. Я могу сказать, что чтобы позволить себе вот такими бабушками и дедушками быть, нужно очень много работать в более раннем возрасте над собой, над отношениями, над своей жизнью. Ну, работать и получать удовольствие, все вместе. Прекрасно. Есть какие-то еще более специальные вот колоды. Я вот почему зациклилась на женском, потому что я видела эту колоду, прямо она вот, прямо вот для женщин. Про, у нас же очень много женщин, к сожалению, которые, ну, не прошли инициацию, не проснулась женщина в них, там, девочка все еще, да, живет внутри очень такая вот неразвитая. Вот эта колода, она прямо вот только проженская, да? Еще такие... Ну, да, то есть это уже, как бы, узкие, специализированные такие специфичные колоды, но на самом деле их применение гораздо шире, то есть если вот прям затрагивать мужские и женские колоды, то есть женские колоды, ну, условно, женские колоды, они хорошо работают и с мужчинами, потому что образ женщины, то есть это тоже важно, да, мы тоже прорабатываем. И точно так же мужские... Своё отношение женщины к женщине через мужские колоды. Ну, как бы для мужчин тоже, там, моя внутренняя женщина, там, в моей жизни женщина мама там есть, да, жена, кто-то там, бизнес и все прочее. То есть что угодно можно тоже через эту метафору рассмотреть, на самом деле. Если мы говорим, ну, про женские, то есть это много колод женскими образами, женскими состояниями, про женскую идентичность, ну, и дальше тоже про мужскую идентичность, про мужскую силу, ресурсы именно мужчин, да, вот, да, то есть есть прям, то есть создаются именно такие вот хорошие авторские колоды, вот, и большими издательствами тоже выпускаются такие колоды. Есть запрос на такое исследование именно вот этой части, да, то есть нашей, как сказать, наших внутренних частей мужской и женской, именно этой идентичности. Еще я слышала о том, что можно даже с помощью колод метафоризма МАК, их коротко МАК называют, поработать с психосоматикой. Есть такой опыт у вас? Я сама лично с этой темой не работаю, но, да, есть колоды по работе с психосоматикой, опять-таки, это же работа с нашим внутренне эмоциональным состоянием, поэтому, в принципе, можно работать не только такими узкоспециализированными картами, а с любыми картами, которые позволяют исследовать наши эмоции, мысли, поведение. Ну, то есть в этой ситуации, например, может прийти клиент, говорит, я беспокоен своей болезнью. Вот через болезнь можно тоже выйти, да, на состояние, на... Так? Я правильно понимаю? Да, 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 да. Еще одна система карт – Таро. Вот она чем отличается от метафорических карт? Таро, они вот где-то между гадальными, для меня, например, и МАК. Ну, Таро – это гадальные карты. У них есть определенные интерпретации, но, насколько я знаю из моего личного опыта и знакомства с этими картами, там очень важно, кто является проводником. Ну, то есть, как бы, потому что... Специалист. Да, потому что многое зависит именно от того, во-первых, в какой... Ведь Таро бывают очень разные. То есть именно какое Таро, какой школы, и от этого будет зависеть интерпретация непосредственно вот этого расклада. Ну, то есть и расклады разные, и интерпретации разные. Ну, то есть все-таки, как в гадальных картах, там за каждой картой закреплен определенный образ, определенная ассоциация. То есть это более жесткий вариант. Да, понятно. Вот еще. Вот, кстати, по поводу интерпретаций. Несколько раз точно я слышала о том, что даже среди обучающихся психологов расскажите мне, что когда клиент, который вытащил карту, спрашивает у психолога, а что вы здесь видите про меня? Вот про это расскажите. Карта принадлежит смотрящему. Да, совершенно верно. Но мы даже вот затронули немножко. Здесь важно именно рассказать, что это за методика, прям буквально в двух-трех словах, и рассказать, что мы будем делать, что именно важно. Вы достанете карту, и именно вы сами будете ее исследовать. Я вам буду помогать вопросами. Я не даю интерпретацию. Я могу дать, но это будет обо мне. Ну, как бы, моя картина мира. Вам зачем нужна моя картина мира, если вы ищете ответ для себя? Для себя. Вот получается, то есть я могу, то есть я должна, или как, я проговариваю свою карту от первого лица, там, ну, условно говоря, да, я вот так вот я беру ее к себе, вот так вот и проговариваю, я птица. Ну и дальше там, да, что мне приходит в голову? Я лечу туда-то, я такая. То есть я рассказываю от себя первым. Нет, не обязательно. Мы берем карту, и мы ее исследуем вообще просто. Нет, это как вариант, я же могу так сделать. А, да, совершенно верно. Если прям вы сразу ассоциировали себя с этой птицей, да, вы прям так и рассказываете, что лица. Я птица, и тогда я как бы, ну, условно говоря, перевоплощаюсь в эту птицу, лечу туда в соответствии с моим запросом, куда мне хочется лететь, на самом деле, внутри. Вот тут, имею ли я моральное право все-таки сказать, поскольку вы человек, который пользуется моим доверием, я вам доверяю как специалисту, мне все-таки интересно ваше мнение. Можете ли вы как специалист сказать, что если бы это была моя карта, для меня она бы означала следующее? Или это вообще категорически недопустимо? Я так думаю, что этим можно пользоваться в каких-то исключительных случаях, для того, чтобы немножко, возможно, в каких-то вопросах расширить варианты. То есть, мне кажется, в тех случаях, когда идет поиск вариантов решения вот в какой-то вот ситуации. Вариативность, поняла. Вариативность, чтобы немножко добавить. Но я бы все-таки сделала это не так напрямую, что если бы это была моя карта, я бы вот так. Все-таки я бы позадавала вопросы. Я люблю вопросы задавать. Больше такой коучинговый подход. То есть, дать возможность человеку внутри себя там вот как бы вот это все поисследовать, пощупать, а как это вот... То есть, обратить внимание на детали. Или если человек очень ушел в детали, наоборот, попросить его посмотреть и в общем картину. А если бы эта карта была... Ну, если бы мы ее сейчас дорисовали, то что бы вы добавили? То есть, ну, все-таки помочь человеку, чтобы он ушел в свои ассоциации, чтобы он нашел там свою метафору. А как насчет того, что если бы вот вы все-таки... Я сейчас докопаю это до конца, потом оставлю ее в покое, что если бы все-таки вас попросили, и вы бы на это пошли, не было бы это тем, что вы, ну, как бы подсвечиваете со своей точки зрения человеку то, что он, может быть, и не увидел? Вот подсветить. Вот здесь тонкая грань, потому что можно просто как бы человеку передать, ну, некие свои проекции. А с другой стороны, можно поделиться с точки зрения того, как я вижу относительно этого запроса клиента. Не все-таки, если бы это была моя карта, я бы... А что выслушав вас и восприняв как бы вот запрос, и то, что вы достали эту карту, они и рассказали, у меня возникают вот такие вот мысли, чувства, ну, как бы вот такой, ну, например, такой вот образ или такое послание возникает. Вот. Просто как вот то, что приходит в ответ на... Ну, вот сейчас на работу клиента. Вот так, да, так мы можем работать. Поняла. Еще два момента остались, которые нужно тоже, обратить на которые нужно внимание. Есть категория людей, с которыми маг не работает вообще? Ну, наверное, психическая норма должна быть, да? Ну, да, это, соответственно, да, 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 да. Это даже как бы... И что еще? И еще что? Все? Вот прелесть метода в том, что у него вот такая большая применяемость как раз. И с детьми можно только, да? То есть с детьми и можно, с детьми, с подростками. И здесь, опять-таки, я прям сделаю этот упор. Здесь важно именно, чтобы человек был в доверии. То есть если есть доверие, мне кажется, к клиенту непринципиально. Сегодня вот мои карты достали или порисовали, или полепили. То есть если есть реальная прям цель найти для себя какое-то решение, да, или облегчить свое состояние. И если я пришел в пространство, вот как бы человек, специалист, которому я доверяю, то, то есть это срабатывает. Ну и опять-таки, то есть это может вообще просто методика кому-то подходить, точно так же, как и вообще просто вся психотерапия. То есть для кого-то она будет полезна, для кого-то нет. Нет у кого-то свои способы решения своих вопросов, да, своих каких-то затруднений. Поэтому точно так же, как и к любому методу в психологии, в психотерапии, в арт-терапии. То есть кто-то хорошо, например, прорабатывает эмоциональное состояние через движение, через танцы, а для кого это... Все-таки такая склонность к арт-терапии. Да, да, да. Вот смотрите, вот допустим, пришел клиент, который говорит, да, вы у него в доверии, все нормально, да, я хочу попробовать. Достал карточку, ну вот допустим, не эту, а вот эту, да, и говорит, ну условно говоря, ну что, бабушка с дедушкой сидят на скамейке, торт сидят, и что? Понимаете, вот такая будет реакция. Это защита или это вот как раз то, что не подходит этот метод человеку? Да, возможно, защита, возможно, не подходит. Тем не менее, дальше мы же идем через вопросы, через исследования, вот. И опять-таки важно прям возвращать здесь и сейчас, то есть если мы видим, что человек и на вопросы тоже отвечает с трудом, мы можем прям так спросить, что сейчас происходит, ну вот, да, внутри состояния, что по факту. Вот, кстати, еще хороший момент я вспомнила о том, что, наверное, маг хорошо будет работать с травмой, да? Да, есть колода прям отдельно создана для проработки травм, травм потери, вот. Вот, достаточно хорошее, сейчас не скажу название, и это именно отдельное такое направление, то есть для специалистов, которые работают с темой горя, да, и вот этих всех травм разного характера. Понятно, хорошо. Ну и последнее, наверное, мы скажем о том, что, вернее, вы скажете, конечно, возможно ли самому, вот, не имея психологического образования, запастись там двумя-тремя колодами какими-то базовыми и использовать их для самопознания, саморегуляции? Да, я рекомендую своим клиентам, и на обучение, у меня тоже есть обучающий курс для специалистов и для неспециалистов, то есть есть люди, которым реально интересно все, что связано с каким-то вот творчеством, да, то есть они рисуют, что-то сами создают, и интересен вот этот мир метафор, и очень легко идут и эмоционально вот в это исследование, да, и важно только выбрать колоды, опять-таки вот либо они чтобы были универсальные, либо очень хорошо, чтобы они были ресурсные, и важно, чтобы была хорошая инструкция с прописанными техниками, методиками, и для исследования именно своего такого состояния вот на момент здесь и сейчас, что со мной происходит, чтобы разобраться, это очень хорошо, для того, чтобы, ну, войти в какое-то состояние вдохновения потока, то есть можно, например, очень любят женщины вот эти вот утренние послания, то есть для себя достать, а что сегодня, например, меня будет наполнять, что сегодня меня будет вдохновлять, в чем сегодня моя сила, что сегодня такого я могу привнести, да, что могу создать, то есть, ну, вот с разными совершенно вопросами, запросами. Да, кстати, такой был как раз рассказ из небольшого кейса. Клиент после того, как поработал с метафорическими картами, одну ресурсную колоду купил, и каждое утро начинает, поскольку она ресурсная, каждое утро начинает вот с этой карты, и каждое утро понимает, что вот, ага, а у меня вот этот, оказывается, ресурс еще есть, а вот, оказывается, здесь я могу. Это очень тоже наполняющее, и работаем-то тут мы с бессознательным, а наполняем синергией, мы вполне так себе на физическом уровне. Важно просто, если есть сонастройка вот с этим инструментом, то, конечно, мы сами для себя просто, естественно, можем это применить. Хочется сказать, что, наверное, людей, которых, ну, может такой попасть, сказать, у меня нет никаких творческих способностей, у меня нет воображения, наверное, таких людей нет, у которых нет вообще никаких творческих способностей. Просто в жизни были какие-то ситуации, которые каким-то образом схлопнули этот поток, закрыли его, и вот с помощью вот этих карт можно в себе вот этот поток по чуть-чуть, от ручейка к речке, к морю и к бесконечному водопаду можно открыть. По крайней мере, это то, что нам дается от рождения, и чем мы можем совершенно спокойно начать пользоваться. Ну, может быть, не так просто, как это говорится, но это очень благодарное дело по дороге к себе, пути к себе. Совершенно верно. Прекрасно. Я думаю, что мы сегодня достаточно много рассказали о том, что работают метафорические, как работают метафорические карты, что это такое, и наши зрители теперь знают, что в Казани есть такие специалисты, вот Аида Галиева в частности, и я вам очень желаю пользоваться этими картами, и получать удовольствие и эстетическое, и эмоциональное от того, как это работает, открытие в себе, ощущения вот эти вот, особенно когда только начинаешь с этим работать, это удивительно, это действительно чудо. Ну и спасибо, что были сегодня с нами, берегите себя, до новых встреч. С вами была передача «Фокус на человека», в студии работала Наталья Ежова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok